Приветствую тебя за первой чашкой чая, либо кофе, в зависимости от того, что тебе вкуснее. И хочу за этой чашкой с тобой просто поговорить. Поговорить с тобой о прощении в этот первый раз. И рассказать тебе историю королевы надежды, которую я встретил далеко-далеко в одной деревушке. И которая стала для меня огромным примером прощения. И не знаю, я надеюсь и молюсь, чтобы я был способен однажды прощать так, как была способна прощать она. Помню, это было несколько лет назад, когда мы ходили в одну деревушку. Служить цветовую месу для бабушек и некоторых верующих, которых уже было очень мало. Когда-то эта деревня была большинстве из немцев или потомков немцев, когда-то сосланных в Россию. И после падения коммунизма почти все использовали возможность вернуться обратно в Германию. И остались только некоторые, как, например, бабушка Баба Валя и тоже многие из них. И там среди них я нашел королеву надежду. Знаете, как бы ни выглядели некоторые люди, есть ощущение, что вы разговариваете с королевой или с королем. Эта королева надежда, она была слепая. И она парализована была на половинку своего тела. Чуть-чуть могла что-то делать с этой одной половинкой, но только чуть-чуть. Вторая была, в общем, здоровая. Но когда вы разговаривали с ней, было ощущение, что вы разговариваете с королевой. Наверное, и у вас случилось такое, что вроде лицо не очень красивое. Всякое там бывает в жизни, случается. И не очень красавчик, либо красавица. Но после первых слов в разговоре откроется перед вами такая красота этой души, что это тело и это лицо, которое сначала вас, может быть, пугало, может быть, не очень привлекало, становится через эти сияния этих слов изнутри прекрасным. И вы видите этого человека уже совсем в другом свете, совсем в другом. Перестаёте понимать и внимать его лицо телесное. Начинаете внимать и лицо его души. И так с ним разговаривайте. Попробуйте задуматься над этим. Это удивительно. Мы после нескольких минут даже или часов разговора с каким-то человеком уже не говорим с телом, но с душой. И внимаем этого человека, его красоту внутреннюю, а не внешнюю. А так, после нескольких слов разговоров с моей королевой надеждой, я ощутил эту королевскость. Почему? Знаете, когда мы пришли и приезжали каждое второе воскресенье, она всегда, когда приходила на святую мессию вместе с нами, она там пела со всей души, всего сердца, больше всех. И когда молилась, молилась больше всех усердно от сердца. Я когда так смотрел на нее, не мог насмотреться. Говорю, Господи, если бы так я с таким усердным, с такой любовью, с таким огромным желанием молился и разговаривал с тобой, и пел, это бы была красота. А если бы так все наши верующие с такой любовью молились, пели, принимали Христа, было бы совсем по-другому. Так, когда мы одинажды так просто сидели и разговаривали, я спросил ее, «Надежда, это всегда ты была такая, ну, слепая и там парализованная, ты так родилась?» А она смотрит на меня этими своими слепыми глазами и улыбается и говорит, «Нет, я родилась совсем здоровенькой, прекрасной девочкой». «Ну, а что случилось тогда?» И она говорит, «Ну, знаете, отец Роберт, когда я росла и росла, я начала больше и больше понимать, что алкоголь никогда никого не делает счастливым и постепенно его превращает в демона. Когда папочка выпил, он становился даже в глазах, это было видно дословно демонам. Делал столько страшных вещей, а потом, когда он уже очнулся, я когда уже протразил, когда видел, что сделал, он все сожалел, старался все дать в порядок, просил прощения, но эти вещи были так страшные и суровые, что было очень сложно и тяжело. Я как маленькая старался всегда маму защищать. И помню, когда мне было три года, я стоял за папой, в том моменте, когда папа разлился на маму и хотел ее снова бить, он так размахнулся рукой, как раз стоял рядом с печкой, и там на ней стояли уже большие кастрюли, уже с кипятком, готовые уже на суп, либо что-то мама хотела готовить. И как он размахнулся, так он эту кастрюлю сбросил из этой печки, и вся эта кастрюля перевернулась на меня со всем этим кипятком, полностью на меня, эту маленькую трехлетнюю девочку. Понимаете, это был такой шок, что я в том моменте, от огромной боли, которая меня накрыла, я потерял сознание. И я очнулась только уже в больнице, когда я не могла открыть свои глаза, потому что за, знаете, вот этим всем кожей, заклеенный, и я только слышала врачей, которые смотрели на меня и говорили, фу, это, она не переживет, это, нет шансов, нет шансов. И когда я это слышала, что нет шансов, понимаете, говорю, нет, нет, я хочу жить. И я уже тогда я верила в Бога, понимаете, я уже не помню, кто мне сказал, либо Сэма поверила с того, что я видела вокруг. Но я тогда закричала к Богу, Боже, пожалуйста, я хочу жить, пожалуйста, пожалуйста, сделай все для того, чтобы я жила. И моя молитва была так всем сердцем, что Господь меня в конце концов оставил в живых, понимаете. Я, конечно, была парализована на всем теле от этой боли, от его всего страшного, но я сказала, я смогу, я буду делать все. И я расходила все. Я эту половинку одну расходила полностью, а то вторую так на половинку. Но я самостоятельная. И когда после нескольких месяцев, когда меня постепенно, постепенно приводили к жизни, и я выжила, я вернулась домой. Конечно, ожидала, что папочка посмотрит на меня. сожалеет обо всем этом, что он сделал. И выцелует меня там. И попросит прощения. Понимаете, вот так ждете, вот, что вот эти взрослые что-то сделают, и каким-то способом они попросят прощения. И знаете, что случилось? Папочка тогда мне посмотрел, сказал, фу, это что? Она еще жива? Боже! И ушел. Понимаете? Ушел. И я тогда маленькая, которая ожидала папу, это все и ничего. Ладно. И все продолжалось дальше. Папа никаким способом ничего не изменил. И продолжал дальше. И тоже я получала. Знаете, я я папу простила. Когда мне сказала, что она папу простила, посмотрела на меня этими слепыми глазами, меня просто поразило. И говорю, нет, Господи, как? Меня там мелочи, что-то кто-то такой смешной сделает. Сразу же горю мщением, как Бог мщения и начну всякие страшные вещи делать, потому что я так невинный, то вот это сделали, как меня могли так обидеть. И сразу уже кричу, но к прощению очень далеко. Это мелочи, это просто смешные вещи по сравнению с тем, что случилось наде. А она говорит, я простила. Она продолжает дальше, говорит, вы понимаете, у нас много людей, не получила никакой любви, очень мало доброты от своих собственных родителей, потому что они были тоже разбитые, тоже голодные по любви, потому что их не насытили своей любовью их родители, а их родители тоже, потому что их родители тоже добили и не насыщали своей любовью. Откуда должен был папочкам не дать эту любовь, если он сам ее не имел от своих собственных родителей? Я это понимаю, я это понимаю, но все таки, как сложно и тяжело вопреки всему, что многие вещи мы понимаем простить. Она сказала, я простила. И продолжала дальше. Я говорю, а то ты ослепла, да, стала слепой полностью тоже из-за того, что случилось, да? Она говорит, нет. А это еще что-то случилось? Она говорит, вы знаете, после всего папочка перепелся к смерти, он умер от алкоголя. Так и случилось бедной. Я в 17 получила от одного мальчика, одного парня в нашей деревне предложение. Пришел и сказал, как, Надя, ты выйдешь за меня замуж? А я так посмотрела на него и говорю, у меня кто-то хочет, чтобы я стала его женой. Я такая некрасивая. Все это лицо такое от этих лет, знаете, от этого всего до жогов. Я, которая не очень хорошо ходила, потому что парализована на одну часть тела. Меня кто-то хочет. Ну, конечно, я бежала и не должна была бежать, не должна была бежать, потому что он был такой же, он был такой же, как мой папа. Он меня тоже еще хуже бил, и бил еще по голове его, и просила пожалуйста, только не по голове, потому что я теряю зрение, я уже не вижу постепенно больше, больше, хуже, и хуже. Пожалуйста, ходи по голове. Он еще больше еще больше я еще ржал и смеялся в конце концов я потеряла зрение да он тоже переплылся к смерти знаете отец роберт я и этому своему мужу простила простила его простила потому что он был такой же разрушенный добитый и голодный по любви как папа как каждый из нас многие из нас и в конце концов если вокруг меня столько ада такой ад более страданий зачем мне этот ад внутри в моей душе если я могу простить и отпустить этот ад внутри и сделать внутри мир благодаря прощению я прощу и тогда меня это так поразило и задумался над собой сколько раз я держу этот ад в себе из-за таких глупостей и жду пока тот человек то другой как-то очнется и придет за мной и там все там станет на колени и будет меня просить 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 я только тогда может быть ему прощу его прощу а вот тебе пример бог показывает роберт посмотри видишь какой-то еще несовершенный какой-то бедный и убогий королева надежда мне показала что в прощении в милосередине нет пределов я хочу и тебя ободрить что нет в этом мире так страшного греха который бы ты не мог простить если ты прощаешь вместе с богом понимая что и ты нуждаешься в прощении намного хуже вещей чем сделать этот человек потому что знаешь если бы мы были на этом месте этих людей которые нам сделали плохо кто знает может быть со всеми этими страшными вещами которые бы нам тоже случились как случились и им при этой нехваткой добра которые им не хватало она в нашей жизни достаточно добра люди дали и наши родители а и мне то если бы нам не дали так добра столько может быть бы мы бы были способны намного хуже зла никто не знает поэтому не имеет смысла не прощать и сказать я бы такой никогда не сделал как мог такое ну и когда не говори никогда потому что в том моменте когда судишь что от человека бог уже готовит тебе такую ситуацию либо то само зло которое ты делаешь этим непрощение непрощением способствует что приходит и способствуется такая ситуация в которой ты сам сделаешь точно такое зло который ты не хочешь простить и над которым ты раздражаешься как же мог такое кто-то сделать а так всегда когда я приходил так удивлялся и умилялся этой нашей надеи она мне один раз так рассказывать знаете ко мне приходят и такие люди значит они такие грустные и они 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 так очень болеют разными болезнями и тоже и какой-то злой дух там в них говорит такие страшные вещи всякие так ну одержимый знаете но я так помолюсь за них я от сердца и они так исцеляются знаете а эти злые духи так убегают они были такие счастливые такие такие благодарны уходят я смотрю на эту надю говорю себе внутри говорю господи это что это наша надя еще и прощает тогда это что это наша надя она еще и исцеляет а еще и изгоняет песок что ли ухты и так быстро вот хочу спросить что же за молитва может быть я использую это же было так злые духи в шум фрун а вот болезнью тоже исцеляться всем больным горю надя что за молитва ты там молишься уже ждал такие знаете как у некоторых выйди из него и во имя сокры стал вот это и вот так как я некоторых видел экзорцистов и в этих фильмах некоторых и она говорит мне ну знаете отец роберт я просто приду и так помолю знаете вот очень наш радуйся слава и по той защиту и они исцеляются и эти бесы так убегаю когда мне это говорит так простенько с такой добротой с такой простотой и я в шоке кручим вон я же всю жизнь молюсь очень радуйся слава и по той защиту ты тоже и ничего никто не исцеляется и без нее не изгоняется ухты так она меня убила этим и говорю надя как так и господь мне дал ответ я потом осознал что когда какой-то человек как надя искренне от сердца настолько просто как ребенок молиться эту молитву очи наш просто так от сердца дьявол эту чистоту и туда это доверие богу полное полным сердце не может выдержать это смирение сердца смиренную душу и он убегает и болезнь тоже знаете в конце концов наша надя она заболела мы не знали она не сказала врачи и сказали что могут и помочь рак и могут и лечить но она сказала нет сколько господь даст столько я проживу и не хочу больше а даже мы не знали что у нее рак я не знаю как долго она затем ходила но выглядела абсолютно прекрасной здоровенькой радостной женщиной и только два месяца 2 недели до своей смерти все настолько запустилась это это болезнь что она уже осталась дома и там еле-еле лежала на постели и я был там принес ей святые причастие исповедал и дал еле помазание но на следующий раз несколько дней после она в конце концов умерла и я не смог на похорон идти и шел мой брат и он там все провел похорон и не отслужил когда вернулся говорит не роберт ты не поймешь ты не поймешь понимаешь я приду и там ее сестра которые они очень так часто с ней общалась но позаботилась от этих последних моментах и она так смотрит на нее смотрит на меня и говорит отец посмотрите она никогда в жизни не имела такие красивые глаза и я смотрю роберт на ее глаза у него вот так красивые большие прекрасные глаза открытые и она говорит а посмотрите на ее лицо такое прекрасное понимаете она никогда не была такой красивый посмотрите и он не горит роберт я ее тоже видел много раз но то что я видел в том моменте и это я не мог понять она была так прекрасно и такой блаженный блаженное выражение лица и такая улыбка мы там смотрели смотрели не могли насмотреться так умирают королевы так умирают короли и я тебе хочу сказать дорогой брат сестра у чашки чая либо кофе мы можем выбирать можем жить как бабы яги можем жить как вообще какие-то последние последние придурки грубо общаться с другими не прощать мстить делать много зла но так и мы умрем как мы изуродуем свою душу и изуродуем души других вокруг но мы можем выбирать что мы можем жить и как короли короли прощения королевы милосердия какой была и королева надежды королева надежда пусть тогда когда случится в твоей жизни что-либо страшное и неприятное вспомни и скажи королева надежда она простила намного больше чем я чем у меня случилось сейчас если она смогла смогу и я именно милосердием другим людям пониманием что они тоже не получили много чего хорошего и если бы получили наверное бы и давали из этого добра много и попробуй простить вопреки всему что творится потому что без прощения нет жизни наша жизнь невозможна без того чтобы мы прощали друг другу каждый день каждую секунду именно на неустанном прощении мы и стоим и живем если мы перестанем прощать друг друга и даже самые маленькие какие-то ошибки постепенно придет в наши отношения смерть и разлагаются постепенно больше и больше становятся страшными ужасными неспособными жизни а без прощения постепенно умираем мы нуждаемся в прощении каждый день каждую секунду даже если тебе его не давают другие так много как бы ты и хотел ты давай это прощение потому что благодаря этому ты становишься в душе более и более королевский похожий более и более на Бога который простил правду сказать бесконечное зло от каждого из нас и так станешь похожим на самого Бога и однажды когда ты будешь умирать войдешь через смерть в вечность как король как королева не как баба яга либо какой-то гном смешной ты маленький разрушенный изуродованный и навечно с таким останешься так выбирай как будешь жить сейчас как будешь жить вечно как король как королева пусть тебя в этой королевской жизни объятие моей души благословляет всемогущий Бог Отец и Сын и Дух Святой Аминь я совсем забыл если бы вы хотели меня найти в соц сетях здесь под видео найдете ссылку на фейсбук и вконтакте где стараюсь каждый день публиковать какие-то мысли для ободрения для жизни Бога и тоже кто бы хотел оставляйте свои комментарии здесь под видео свое мнение о том что вы услышали и с этой ссылкой поделитесь со своими друзьями если думаете что кому-то может помочь то что вы услышали в этом видео если бы вы хотели я вас приглашаю вот на этой фотографии с этой стороны можете подписаться на прием этих всех видео которые я буду публиковать чтобы не пропустить никакое новое тогда приглашаю на следующую чашку чая